Шаг к тем, что если не уйти сейчас, пенсия будет меньше. Жилищный вопрос для пернатых. Акция «Собери свой скворечник» с каждым годом ширится. На этот раз делали домики и для сов. Дешево и сердито пиар-ход курорта Паланги. Нептун рассыпал на пляже 40 килограммов янтаря. Деньги для индексации пенсии в государстве есть, утверждают оппозиционеры. Депутаты от объединения Центр согласия и партии за другую политику. Именно поэтому депутаты подали иск в Конституционный суд о неправомерности решения правительства и парламента. Дела они надеются выиграть уже к концу этого года. Позиции сторон в материале нашего корреспондента Ирины Нежиной. В правящих кругах по-прежнему нет согласия. Кто же возьмет ответственность за то, что в этом году не будет индексации пенсий? Народники противоречат новому времени. Это все-таки глупость о бюджете решать вопросы в суде. Потому что есть Министерство финансов, которое видит, сколько денег у государства есть или нет. Тогда, конечно, кто-то может подать в суд, чтобы у него была заплата. 5 тысяч, кто-то 10 тысяч. Но это не будет серьезно. В мои задачи не входит оценивать социальную программу, в том числе индексацию пенсии. Это прерогатива Министерства благосостояния. Я должен заботиться о сбалансированном бюджете. Как пинг-понг разыгрывается сумма в 11 миллионов ладов, которые никак не найти в закоулках бюджета. Вот и премьер-министр Валдис Домбровский со своим интервью напомнил сюжет из «Булгаковского собачьего сердца». Когда у профессора Преображенского домком хотел отнять несколько комнат в порядке уплотнения. А Швондер отрапортовал наверх, что оставил светилье науки целых три комнаты. Ситуация бюджета такова, что некоторое время вообще речь шла о возможном уменьшении пенсии. Мы, в принципе, делаем максимально возможное, чтобы избежать уменьшения пенсии. И индексация пенсии – это был один из тех пунктов, которые правительство Годманиса еще подписало с Международным валютным фондом, но не выполнило. То есть нам бы было там очень серьезные проблемы. За границей знают, что нас спасет, но за границей вряд ли ответят на вопрос, как прожить 200 тысячам пожилых людей Латвии на пенсию в 135 латов, при том, что коммунальные платежи в отопительный сезон съедают чуть ли не всю названную сумму. Мы знаем, что прожиточный минимум гораздо выше, тем самым практически уже пенсионерам, как таким, нечего есть. По сведениям представителей Центра Согласия, в специальном социальном бюджете есть около 1 миллиарда латов. Эта сумма находится на депозитных счетах, и процентные ставки только в течение этого года должны составить 70 миллионов латов. Поэтому прикрываться недобором налогов за последнее время просто глупо, считают оппозиционеры. А в партии за другую политику предложили поискать недостающие деньги для пенсионеров в отчетах госконтроля, где в результате проверок всплывают суммы необоснованных расходов в тысячах латов. Шанс на то, что дело в конституционном суде будет выиграно, есть. 7 лет назад пенсионеры оспорили решение парламента о неполной выплате пенсии работающим пенсионерам. Ирина Нежина, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.